Как сохранить эфирные масла и есть ли у них срок годности? На самом деле, смотря какая группа, это будет эфирных масел. Если эфирные масла цитрусовые, то нужно иметь в виду, что они имеют самый короткий срок годности. Это несколько лет. Не обращайте внимания на то, на что пишут на упаковке, особенно если вы приобрели эфирное масло в аптеке. Все фармпродукты обязаны иметь срок годности и даже активированный уголь. Хотя с активированным углем ничего произойти не может и через много лет он все равно такой же активированный уголь, как был давно. Но на нем все равно пишут срок годности иногда 2 года, иногда 3 года. Поэтому на эфирных маслах, купленных в аптеке, тоже будет написано их срок годности. То есть, цитрусовые портятся быстрее всех. Другие эфирные масла, такие как иланг-эланг, нироли, многие хвойные эфирные масла, имеют потрясающие свойства. Чем больше лет они хранятся, тем, например, они могут даже вкуснее, более богатым, более интересным становиться букет их аромата. Мне доводилось однажды нюхать очень старое эфирное масло иланга-ланга, которому было, можете себе представить, 70 лет. И оно сохранило свой аромат. Как узнать, испортилось ли эфирное масло? Опять-таки, доверяем исключительно своему носу, только по запаху. Если эфирное масло пахнет не кислым, не горьким, если вам не хочется заткнуть нос, отвернуться от него, значит, с ним все в порядке. И можно им пользоваться дальше. Самый губительный момент для эфирного масла – это не температура. Вообще, чтобы сохранить подольше срок годности эфирных масел, лучше их хранить на дверце холодильника. Но будет такой неприятный момент, если вы не совсем хорошо закрыли, то испаряющиеся изоприноиды, они будут очень легко проникать в любые ваши продукты питания, особенно если это жирные продукты питания. Например, сливочное масло у вас может пропахнуть вашим эфирным маслом лавандой, который стоит на дверце холодильника. Если вы кушаете, то какая-то жирная рыба будет пахнуть эфирным маслом. Ну, любая приготовленная каша, внутрь которой вы добавили масло. Поэтому не очень приятно их хранить в холодильнике. Можете себе завести отдельно, если вы профессионально уже занимаетесь косметикой и ее изготовлением своими руками. А можете хранить при комнатной температуре, но тогда немножечко срок годности все-таки будет меньше. Обязательно хранить нужно масла в стекле. Никогда не покупайтесь на какие-то дешевые эфирные масла, которые продают в пластиковых бутылочках, особенно цитрусовые. Дело в том, что они разъедают пластик, и если вам попались случайно, где-то вы приобрели эфирные масла в пластиковой упаковке, означает, что они некачественные. Скорее всего, они стоили очень недорого. Я начала свою мысль, что самый главный губитель эфирного масла – это не температура, а это наличие кислорода. Поэтому всегда тщательно закрывайте баночку, если вы пользовались эфирным маслом. Второй момент. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, например, свое любимое эфирное масло вы можете перелить в баночку, где меньшего объема. Для того, чтобы при закрывании у вас вот это вот пространство с воздухом не влияло больше на эфирное масло. Даже жидкие масла из холодильника должны доставать. Светлана, не совсем поняла ваш вопрос. Переформулируйте как-нибудь его. Смотрите, не нужно путать понятие эфирного масла и просто масла, потому что по химической природе это абсолютно разные соединения. Эфирное масло, его можно сравнить с растительной нефтью, потому что оно состоит из звеньев изопрена, есть такая молекула Т5Х8. И в эфирном масле, можно сказать, есть только атомы углерода, водорода и какие-то хвосты. Обычные масла это липиды, это вообще совсем, молекулы совсем другой природы. Поэтому простое масло, например, подсолнечное, кунжутное, может у вас в холодильнике состоит, зародыши пшеницы, оно не будет давать запах. Но оно может пропитаться запахом эфирного масла. Если оно стоит открытое, и когда вы будете добавлять его в салат с капустой в следующий раз, то не удивляйтесь, что оно пропахнет. Некоторые масла нужно хранить только в холодильнике. Ирина, это вопрос или комментарий? Не совсем поняла. Есть действительно эфирные масла, содержащие молекулу, такой определенный называется хамазулен, может быть вам будет интересно, имеющий голубой цвет. И вот такие эфирные масла, к ним относятся редкие эфирные масла. Это эфирное масло ромашки, эфирное масло тысячелистника. Вот их желательно хранить действительно в холодильнике. Так, раньше вы говорили про масла обычные растительные, что их при покупке должны доставать из холодильника. А, Светлана. Да, да, все правильно. То есть даже обычные масла при покупке в хорошем, продвинутом таком интернет-магазине, где продают ингредиенты для косметики, масла обычные должны доставать из холодильника. Совершенно верно. Поэтому еще раз хочется вам напомнить, какие есть пять пунктов сохранения эфирных масел. Первый. Хранить в стеклянной таре, в темном стекле, не пластике. Второе. Хранить в доверху налитой баночке. Если у вас уже эфирное масло, вы видите, заканчивается ли, его осталась половинка, вам его очень хочется продлить, оно очень редко, перелейте его в более маленькую баночку и пусть воздуха в баночке будет меньше. Третье. Закрывать крышку очень тщательно и не держать долго открытой баночку. Ну вот, что-то я, наверное, подзабыла. Уже озвучивала. Ну, может быть, потом мысли вернется. Продолжение следует...